Добрый вечер. Я встала. Сегодня у нас очередной паблик-ток, публичное интервью с героями перед аудиторией. Сегодня у нас молодые, активные, красивые герои. Маша Ледина и Антон Берецкий. Маша, владелец Homemade Cafe. Автор собственного блога Машланд ТВ и радиоведущая. Здравствуйте. Я не читала, представляешь, что мы сидим, да я ничего не видела. Антон, можно даже не буду начинать перечислять, потому что там такой график, целый список. Мы об этом тоже поговорим. Антон, известный, уважаемый маркетолог и ресторатор, если коротко. Здравствуйте. Я хочу начать с такой приятной нотки и поговорить сначала о вас двоих, о том, как вы познакомились и где вы познакомились. Просто наше знакомство состоялось... Нет, Антон со мной познакомился виртуально, задолго до того, как решился написать мне тоже виртуально. Ну что, расскажи. Да, я следил за Машем ТВ и что-то мне не давало написать о том, что я хочу дальше идти. И как-то я был со своей командой в Питере, мы исследовали местные бары. Когос вылично исследовали, так крепко исследовали. И вот как-то в одной из ночей под утро я написал Маше, что неплохо было бы мне прийти к ней на ужин. Не правда, не так было. Да? Ну хорошо. Когда вы шляпу, мне помню слабо, потому что мы пили мы сильно. Пить ригаров много, и они все интересны. Вот. Ну, Маша ответила, что да, окей. И встретились мы к желтке, познакомились, и дальше как-то начали с собой развиваться очень больно. Быстро. Ну и быстро. Ну, да, так и познакомились. Ну, да, а что я думала? Долго думать. Через несколько месяцев женились, да. Познакомились. Он написал мне в конце мая, да? В конце мая, да. А женились мы в сентябре. Ну, вы знаете, по вашей деятельности, например, по твоему блогу, Антон, или по твоему блогу, можно как-то предположить и просчитать примерно, когда вы встретились, потому что там такое немножко затишье, и, наверное, затишье перед бурей, может быть. Ну, это я так себе предполагала. Нет, мне, например, нельзя было выкладывать. Я думаю, что в других отношениях нельзя было выкладывать с Антоном. Почему? Ну, как? Потому что я была в других отношениях, поэтому было бы непроинтерректно. А я-то, Маш, никаких личных вещей в футболе не выкладывал никогда. Ну, да. Хорошо. Маш, поговорим немного с тобой. Начнем с тебя, так как ты девушка, и уже перейдем к Антону. Ну, вы, как уже сказали, будете вставлять свои фразы во время диалога. Ты автор кулинарного блога, Маша Литова, как я уже сказала, владельца собственного хоммейт-кафе. Когда мы с тобой, я с тобой связалась несколько месяцев назад, и мы переносили уже в Абрик, так получилось. Ты мне сказала, что кафе временно не работает. Расскажи, почему? Почему? Давай, начнем. Я просто в случае с тобой я бы хотела начать немного с конца. Давай. Почему перестала работать кафе-блог и возвращаясь к этой теме. Давайте я буду без микрофона. У меня все в порядке. Возвращаясь к этой теме, недавно на своей странице в Facebook ты опубликовала ссылку на довольно-таки известный со временем мультик, очень милый. Я предлагаю его сейчас посмотреть, мы хотим его включить, который называется Love a Tour, возвращение, и многие ориентировали, мол, Маша, что это значит? Ты возвращаешься, так все-таки возвращаешься или нет? Да. Машлум ТВ это же был не просто некий придуманный мною проект, это же была настоящая жизнь. Но жизнь меняется. Мужчины появляются другие. И поэтому, ну, то есть в то время с теми людьми и в той квартире это было возможно. И когда, например, я поняла, что все в моей личной жизни переворачивается вверх дном, это было очень честно. на какое-то время все это приостановить, потому что иначе я бы не была собой, и обстоятельства не были теми обстоятельствами, которые случились. Вот. И я просто поняла, что есть, что я перенаправила свое вдохновение на другого мужчину. Вот. И со своего дела я перешла сюда. и сейчас много всяких идей. Вот правда, сегодня как раз в общем, столько идей очень много начинает реализовываться. Хочешь сказать? Потому что ты можешь сказать, что 90 лет. Ну да. История такова, что как-то сейчас все развивается. Это не будет в том виде, в котором был Машин Ти Ви. Я не знаю, знают ли все, в чем заключалась суть. Это был видеоблог, где мы снимали всякие видео про еду, про путешествия, всякие какие-то штуки. Еще можно было прийти ко мне домой. Я как минимум троих увидела. Девушек, которые приходили ко мне на ужин, можно было прийти, поболтать со мной, что они хотят поесть. Я это все дело готовила. Ну и мы так сидели, болтали и ели. Зачем-то было все так мило. В таком виде это все существовало практически год. Сейчас ко мне пришли взрослые дяди и тети и сказали с известных украинских телеканалов, и сказали, ребята, это очень гениально то, что вы делаете, давайте поснимать. Это все очень круто, крута сама идея. В общем, и я очень надеюсь, что мы придем к какому-то компромиссу, потому что спорить с огромной системой телевизионной это очень сложно. Чувствуешь себя такой грошечной, тебя все давят почему-то. Все говорят, да нет, мы знаем лучше. Я это знаю лучше. У себя там где-то внутри. Вот. Поэтому, если мы договоримся, это приятно для всех вещах, то Marshall TV выйдет на большой украинский экран. Год назад ты мне писала в Facebook. Хочу рассказать эту историю, так как она личная. Ты написала мне сообщение, я нашла его. Хочу его зачитать. Его коротко, отрывками. Я люблю готовить. Па-бам! Это дело, которым мне хотелось бы заниматься всю жизнь, даже несмотря на то, что почувствовала я это всего несколько лет назад. И вот я наконец-то пришла к тому, что пора бы запустить свой проект. Так как многие мои друзья занимаются видео, снимают короткометражки, клипы и так далее, я решила снимать кулинарный видеоблог. Красивый, хорошо смонтированный, не только с готовкой, но и всякими разными историями о еде. Помимо видео, которое будет выкладываться раз в неделю, ежедневно на сайте я буду писать футблог фото. И вот тут-то мне нужна помощь иллюстратора, потому как инфографика это всегда хорошо. Суть сообщения была такова. Вы хотели выкладывать, ты хотела выкладывать в своем блоге какие-то иностранные материалы в переводе на русский язык или украинский, которые должны были бы быть проиллюстрированы каким-то иллюстратором. Так получилось, к сожалению, я тогда была очень занята журналом и боялась подвести. Но я просмотрела твой блог, и я не нашла подобных публикаций. Что не получилось? Почему не сложилось? Потому что я писала в момент, когда идея Машума только зарождалась, и мы в итоге, в спорах понимали, к чему же мы придем. Поэтому иллюстратор нашелся. и девочка рисовала нам вот в самих видео, вот там как раз и был иллюстратор. Тексты, да, какие-то? Ну да, она и рисовала, и акварельками, и всякими такими штуками, да. Но это можно увидеть видео, конечно. Ну вот, например, логотип. Я предлагаю включить какое-то видео, да, логотип, и, ну, предложи какое, например, наибольшее количество просмотров, типа, вафли, по-моему, с беконом. Наибольшее количество просмотров, фондаун, или скетчат, можно, или тайм, можно посмотреть. Вообще, ну, а что вам хочется посмотреть? Я думаю, мы не будем весь ролик смотреть, Можно посмотреть анонс, который, продолжение, которого мы не упустили, но анонс, по-моему, очень красивый. Согласитесь, легендарные места притягивают к себе с невероятной силой. В одно из таких мест городок Вилково Одесской области, некогда известный своими лягушками, и отправилась команда MASHUM TV. Я мечтала приготовить здесь на берегу Дуная лучшие в мире лягушачьи лапки. Спросите, что из этого вышло? Это была самая непредсказуемая съемка за все существование MASHUM TV. История маленького городка на границе с Румынией и вся правда о вилковских лягушках, чудесные местные жители, летние, дождь, солнце, Дунай, и немного трэша. И главный сюрприз нашего путешествия день рыбака с его традициями и, поверьте, самыми непредсказуемыми последствиями. MASHUM TV в поисках вилковских лягушек скоро. Я как-то думала, что мы выйдем на более высокий уровень и, наконец-то, сделаем себе сайт. Но когда это все закрутилось, я, например, поняла, что меня находит огромное количество людей просто через Facebook. Мы отказались, я отказалась сразу от идеи существовать, в принципе, ВКонтакте. Позже я могу себе представить, что такое ВКонтакте. Ну, в общем. И поэтому Facebook меня очень устраивал. Мне нравится аудитория. Мне интересно с этой аудиторией. И, в общем, все те, кто ко мне приходил, они находили меня либо по почте, либо через Facebook. Вы договаривались о встрече в какой-то определенной дне. Да, мы могли долго договариваться, передоговариваться, передоговариваться, передоговариваться. Да, мы договорились о каком-то дне. Я думаю, что когда это все начиналось, и тогда вышла первая статья о нас на Gloss UA, тогда пришла Ревика сказала, сейчас мы сделаем тебе звезду. Я думаю, хорошо. И мы укатили в Таиланд снимать там видео, был Новый год. И тут выходит, во время нашего пребывания в Таиланде, выходит и статья, и как-то начинает очень много людей писать сразу, а можно? Я говорю, конечно, можно. Давайте мы приедем, сейчас все порешаем. А мы же гуляем по Пангкоку, например. Ну, то есть, я, конечно, принимаю все эти письма и всем отвечаю, но вообще я не здесь, я где-то вот возле лежащего Будды. Я приезжаю, понимаю, что, о боже, моя почта забита. Это, конечно, круто, но как же мне теперь все не отрасхлебывать? График у меня такой, что в то время я работала по выходным на радио, я понимала, что у меня есть приблизительно свободная неделя, чтобы всем этим заниматься. Ну, хорошо, значит, нужно сделать четыре раза в неделю. Ко мне приходят гости, я всем готовлю. После трех недель или месяца такого графика я поняла, что я больше ничего не могу, я уже только лежать, потому что у меня нет сил, я очень сильно устала. Это очень тяжело физически, учитывая, что ты живешь в квартире, куда принимаешь людей, где все должно быть идеально вырезано, идеально чисто. И так как мы ужинаем на кухне, например, или завтраком, или обедом, у меня не может стоять гора немытой посуды там же. Ну, в общем, это тяжело было физически. Это твоя собственная квартира? Нет, это была съемная квартира. Когда мы кухню переделывали, была девочка-декоратор, которая с нами работала тоже. И я очень сильно, кстати, переживала по поводу квартиры, потому что я понимала, что все наши идеи должны быть такими, в общем, мы должны потом вернуть все обратно в состояние, в котором мы взяли эту кухню. И поэтому все идеи, они же такие креативные, но если вдруг что, сразу можно все дело свернуть. Ну, хозяина вроде не против. А они не знали, Ксиш, что мы там снимали. Неправда. Обедный ужин и завтраки, это все было бесплатно или было, например, какое-то пожелание, какое-то вознаграждение, благодарность? Нет, каждый человек мог прийти и оставить столько денег, сколько хотел. Вот есть пример. Какую сумму наибольшую тебя оставляли? Ну, наибольшую, конечно, оставляли друзья. Да, я помню, что вот пришел не... не... Антон, кстати, заженобился. Он пришел со своим партнером, Максимом Храмовым. Максим Храмовым такой галантный джентльмен. Я, по-моему, что он ставил около 2,5 тысяч гривен. Вот. Ну, это самая большая сумма, которую я, по-моему, получала. Ну, да. Бывают ли те, кто ничего не давал, но я как-то не расстраивалась по этому поводу. Работа резко оборвалась. Она как-то не плавно, мне кажется, очень резко оборвалась. Почему? Что стало этому причиной? И не обидно ли тебе были все старания, которые я предложила в протяжении года? Потому что издавна, потому что пропало месяц, но начинается как-то... Да. Антон расскажет вам прекрасную легенду о Хроносе. Скажешь? И о Хроносе, да. Хорошо. Из-за тем, что мне необходимо, это для дальнейших разговоров. Какое из них все рассказали? Ну, концепция основная. Я не в курсе, о какой из них говорит Маша, я просто расскажу о принципе Хронос Кайрос. Ну, все о Хроносе мы знаем, это дело что-либо по расписанию. В 5 часов сделать то-то. Это принцип планирования. А есть, у грехов был еще один бог времени Кайрос, который сейчас менее актуален, а в те времена был жестко актуален. Это дело не по времени, а по событиям. Ну, раньше не знали, как долго они будут плыть на соседний остров, потому что форс-мажоры везде. И планировалось так, вот когда мы будем там, мы сделаем это. То есть, не в 5 часов, а вот если будет так. Соответственно, правильное планирование и сегодня, мы не знаем на самом деле, что произойдет завтра. Планирование по часам хронологическое, оно изначально ложно. Это прогнозируемое планирование. А Кайрос, оно более честное, потому что зависит от ряда условий, которые произойдут или не произойдут. Не произойдут, не состоится. Произойдут, значит, состоится вот эти события. И вот у Маши произошли какие-то вещи, и эта события отменилась. Да, спасибо. Я бы это хотела услышать. В общем, у меня просто была большая любовь, у меня были большие обстоятельства, и я подумала, что это ведь все равно я. Вот начало и до конца я. И меня нельзя здесь заменить каким-то другим персонажем. Вот я правда сейчас веду переговоры с телеканалом, и я вообще не переживаю, что кто-то возьмет и скажет, ну спасибо, вы нам не подходите. Ну и подхожу, и не подхожу. Но я знаю, что мне нельзя заменить. Ну правда. Вот. И точно так же здесь. Я знала, что когда-нибудь я это продолжу. И я понимаю, что так, наверное, не пляжут в законах, если человек хочет достичь какой-то популярности или какого-нибудь успеха, так никто не пропадает, и как-то нужно поддерживать. Ну, в общем, я не особо обращала в то время на это внимание. Мне хотелось с себя всегда. И я всегда делаю то, что хочу делать. Чем ты занималась в тот период времени, когда ты остановила людей и работала долго? Я очень трудно принимала это решение. Недолго, но очень трудно. Я понимала, что оно мне не идет. Водорога бывает такое не идет. И как-то все не складывается. И у меня резко пропали все технические возможности это делать. И появилось другое на радиостанции. мне вдруг предложили вести утреннее шоу с очень хорошим мальчиком. И я подумала, что так оно как-то все... Ну, вот это очень интересно. Это, видимо, не то, о чем я думала или, может быть, о чем я мечтала. Потому что это опять радио. Блин, я 10 лет в радио, но что я здесь не видела? Я была в утреннем шоу когда-то. Но я согласилась. Вот. И до Нового года я достаточно счастливо проработала... Мы вставали в 4 утра всей семьей, да. И Антон меня провожал на утренний шоу. И я занималась радио. Что для тебя у наших детей? Что тебе дало в каком-то моральном смысле? Да. Для меня было самым большим открытием в момент, когда ко мне приходили люди, что у каждого такая уникальная история, и что каждый человек настолько интересен. Потому что они приходили на кухню ко мне, и мы били вино, и разговаривали. И человек сразу приходил или через какое-то время становится очень открытым. Ты не встретишь, ты не схватишь незнакомого тебе человека на улице, и он не будет в таком никогда состоянии. В общем, это удивительно. Это очень большая награда, когда ты видишь людей, и они хотят с тобой общаться вот в таком спокойном, открытом, очень доброжелательном состоянии. Это очень круто. Поэтому самая большая ценность, которую я для себя открыла во время проведения ужинов, это о том, что люди уникальны, и очень круто, что они приходят ко мне. уникальны. Ты наверняка очень много думала, мне кажется, любой человек, который создает что-то свое, анализирует, пытается найти какие-то ошибки, что я делаю не так, что у меня не так получается. Какие ошибки ты совершала? Что не получилось? Хотела сделать и не вышла. Я совершенно не расстраиваюсь, что я не поехала в школу. Потому что я же ведь еще не умерла, правда? Это означает, что никто не знает, поеду я завтра туда, через два года, через 10 лет, потом возглавлю ее. Ты не училась где-то кулинарного дела? Нет, я нигде не училась, я училась по книгам, по видео, сама училась, какое-то непредложительное. Когда я поняла, что мне очень интересно, а я хорошо пишу, хорошо говорю, и мне надо как-то это применить, я работала полтора года с Дашей Малаховой. И вот я понимаю, что это не совсем тот стиль, в котором, например, работаю и готовлю я, но это очень классная телевизионная практика. Ошибки. Ну, это же так... Ну да, это вообще была некоммерческая идея. Вообще некоммерческая. Потому что я больше тратила, чем зарабатывала. Но тем не менее, в том же письме, которое ты мне писала, ты говорила о том, что это проектная перспектива, очень хотелось бы идти на коммерческий уровень, чтобы все это было... Понимаете, я просто... Большая такая принципиальная. Потому что были, например, люди, были торговые марки, которые приходили ко мне и говорили, да вы ничего, что вы нигде не оформлены, у вас нет бумажек, вообще ничего, давайте мы дадим денег. Я говорю, ну как? Ну как же так? Если я говорю о хорошем вине, или я говорю о сочетании и еды, и вина, ну о чем-то важном. Блин, о классике я говорю. Но я же не могу пить. Вот. И со мной еще долго разговаривали, пытались мне навязать плавленные сырки и так далее. Я понимаю, что я так хочу всем платить зарплату, ну сильно, ну так хочу, чтобы все работали в радость. Но я не могу сделать плавленные сырки. Ну это не честно, неправильно. А сама ты к кому обращалась за какой-то медиаподдержкой или за партнерской помощью? Вообще удивительно, все приходили ко мне сами. Даже, как господи зовут? Даже ты пришел. Как зовут Химина? Браво. Да? Эктор. Вот и даже он пришел сам, понимаете? Это круто. Все СМИ, которые приходили, они и сами мне звонили, и сами приходили. Дилевизионные каналы. Итак, ты встретилась с Антоном, вы познакомились, и наверняка Антон носил какие-то правки. Да, я его спрашивала. Я помню, что в одной из первых наших встреч я пришла к нему и сказала, Антон, ну что же делать? Живем быть не калантливой и без денег сидим. Надо же как-то продвигаться. Ну да. Антон расписал мне концепцию. Ну какая-то, я сейчас не вспомню эту концепцию. Ну я помню, что подытоживала на то все, тем, что главное, чтобы ты была счастлива. Ну правда ведь. Вот такая была коммерческая концепция. Он указывал тебе на какие-то ошибки, давал советы? Ну если говорить о чем-то конкретном. Маша, ты это делаешь неправильно, а Маша так делать не можно. Да нет, мы просто говорили о том, чтобы как-то расширяться. В контексте именно Машевого проекта, как он происходил, мало что можно было сделать. Это не был изначально коммерческий проект. Ну то есть, не знаю, что были такие мелкие ошибки, его можно исправить, и все заработало. Ну в плане коммерции. Это было само выражение в чистой воды, но это прекрасно. На основе этого можно сделать нормальный коммерческий проект. Ну вопрос в том, что хотела этого делать Маша. Вопрос глобальный, денег у нас в принципе не стоит. Ну то есть, мы их умудряемся зарабатывать. Ну просто, не все личностные проекты хочет сделать коммерческим. Вот и все. Ну вот, кстати, хотелось сделать комплимент. Видишь, я даже не могла вспомнить те концепции, которые ты мне предлагал, потому что было все в личной доме. Ну все, но уже не главное. Идем плавно и к Антону тоже. Антон, ты говорил о том, что сам долгое время следил за Машем ТВ и хотел прийти в гости. Или это Маша говорил уже? Не вспомнил точно. Ну вот и говорили. Ну, тебя же чем-то привлек этот проект? Чем именно? Глобально я всегда, до сих пор, это некое зерно, которое, например, в Украине еще никто не раскрыл. За рубежом некоторые раскрывают. Сейчас я буду говорить, потому что я собираюсь эту тему развивать дальше коммерческой. Там очень много интересных вещей, которые может делать по сути каждый и зарабатывать приличные деньги. Маша была по сути единственным вменяемым по ПАП-форматом до и до сих пор в Украине. Ну а дальше, когда я нашел ее, меня заинтересовала лично Маша. Поэтому я не мог никак оказаться на ужин, потому что если бы просто посмотреть по ПАП-у, я бы тут же написал, что хочу прийти. А тут я знал, как нормально подойти к этому, потому что понимал, что вот просто ужин не состоится, это будет что-то другое. Ну и вот, видимо, Алка и Грегор, когда находился в Питере, подсказали на ужинное время. Ну вот и все. Я думаю, что у вас так или иначе обсуждали какие-то совместные проекты, совместные идеи. Мы не с нами совместим. Да, и мы, собственно, видим реализацию некоторых из них. Можете рассказать подробнее? Ну, я, например, говорю о каких-то мелких проектах, например, презентации какого-то блюда в желтке, да? Ну, это не проект. Мы решили попробовать при существовании еще Машин ТВ, мы решили попробовать сделать некий продплейсмент в меню желтка. Мы ввели Машин шоколадный браунни, который до сих пор является хитом продаж в десертной группе желтка. Ну, а сейчас Маша, по сути, стала бранженшефом желтка глобально, то есть занимается одномсезонным менюем и так далее. Но это я не могу назвать проектами, потому что те проекты, которые, именно проекты над которыми мы работаем, еще вот не вышли. Наводите, они их можно анонсировать? Ну, вот не совсем. Это, в том же, сказано все, наверное, с кулинарным рестораном? В какой-то мере, да. Я участвую в всех Машин медиапроектах в какой-то мере, но я могу назвать их полноценно совместными. У нас есть пару совместных форматов, но это будет, да, скорее всего, ресторанный бизнес. Ну, это будет не в рамках моего существующего. Ну, много всего придумаем. Вот позавчера мы придумали кулинарное радио-шоу. Да, я очень надеюсь, что меня в этом поддержат мои бывшие коллеги, и мы все это запустим. Но я вот, я каждый раз думала, радио-кулинария, я же надо как-то, как-то же туда-сюда. Да, вот этот формат имеет огромное количество минусов, потому что, а, у тебя нет картинки, что самое важное, например, да, в кулинарном искусстве. Б, ты ничего не чувствуешь, нет ни запахов, ничего. Вот, мы попробуем это все воплотить в жизнь. А в каких медиапроектах Маша ты участвовешь? Во всех. Ну, вот, мы сейчас разрабатываем, и Маша готовится снимать пилот телевизионного шоу. Ну, я в этом участвую, как Машин консультант и помощник разработки всего этого счастья. Вот, разрабатываем это радио-шоу, еще больше всего. Ну, по сути, мы все делаем вместе, как можем. Антон, если вводить твои механилии в Google, то первая страница, которая высвечивается, это Upgrade и Startup школа, которая подает одну или же информацию о тебе. Я немножко зачитаю ее, потому что я... Она несколько устаревшая. Она устаревшая, но, тем не менее, тут около 15 пунктов ипостаси Березского Антона. В общем, начиная с директора и владельца маркетинг-консалтингового агентства бизнес-то Питпо, эксперт по маркетингу проектов Европейского Союза в Украине, соц. медиа-активист и блогер. Кстати, блогер написано с двумя, что мне очень радует. Они молодцы. Докладчик многочисленных конференций, автор поля 100 статей для ведущих продуктов издания СНК. В общем, заканчивается все флешмобами движения 24 часа. Организатор первой на Украине официальной конференции пользователей Tumblr или Tumblr. Как вы знаете, Tumblr? Отлично. Представитель на Украине Петя Куча и все, в общем, заканчивается тем, что у тебя 10 лет опыта работы в маркетинге, из них 3 года в консалтинге и 7 лет на управляющих позициях по дечественным и международным компаниям. Антон, а кто же ты все-таки? Добально, я маркетолог. Ну, это он, скорее всего, просто креативщик. Вот есть это. А, ну, ты любитель поесть. А, ну, это, да, пожизнь, акуби, выпить. Если отвечать самому себе на вопрос, о чем я преуспел, чтобы это было? Вот в креативе поесть, выпить у нас успел. Хорошая, если говорить о профессиональной. Так он все переводит в профессиональной. Дело в том, что я всю жизнь делаю то, что мне по кайфу. Почему так много ипостасей? Потому что, вот мне понравилась концепция «Печа куча». Я успеваю за полгода, год натворить кучу дел в этой цепи концепции. Потом меня надоедает, этим занимаются уже мои партнеры, я в этом уже не участвую скучно. Я увлекаюсь, не знаю, флешмобами, значит, счастливыми проектами, вот у ребятки в этом тоже участвовали, здесь зали. Езжу, делаю в Киеве, делаю в Харькове, еще где-то еще поучаствую, надоедает, выпадаю из этой темы. Если я чем-то увлекаюсь, я обычно попадаю быстренько в топ этой темы, а потом становится скучно, дальше некуда копать и сваливаю. Я так понимаю, что судя по тем проектам, в которых ты принимал участие, тебе часто становится скучно и очень быстро. С чем это связано, почему? Как только я достигнула некой вершины и понимание того, как это все устроено, мне неинтересно. Во многом во мне есть доля инфантилизма детского, когда разобрать машинку, когда разобрал, уже скучно собирать. Все понятно, как она работает. Машинка была красивая, разобрана еще лучше, неинтересно больше. Есть какие-то из этих проектов, которые тебе стало скучно и ты не довел до конца? Поняться до конца очень растяжимое. А что такое до конца? Не знаю, например, взялся за какой-то проект? Есть же какая-то предстоящая цель проекта. Конкретное мероприятие посредине я не бросал, но захочешь мероприятие, я могу сказать, что изобретен, я выхожу и ухожу. В отличие от некоторых. А чем ты занимаешься сегодня? Вот основной род деятельности, то, что тебе приносит удовольствие наибольше, и коммерческую богатую? Сейчас разбегаюсь с нашими замечательными ресторанчиками, барами банка, желток, гендель. Придумаю новые форматы. Ну, ты с Машей что-то вожжусь придумываю какие-то вещи. Машей ваша. Мы вместе с Машей придумываем какие-то вещи, которые я считаю, что в ближайший год будут самыми основными вещами. Как ты пришел к ресторану на бизнес? Вот если можно как-то пошагово по камушкам, да? Если по камушкам, я с детства любил есть. Когда подросток стал любить, еще и выпить. Ну, да если по камушкам. Занимаясь марксингом, по мне это было совершенно много клиентов из ресторанной сферы. Это были и казарные карты, много достаточно ресторанов. В том числе и была сеть пицца-шлинтана, с которой я и работал консультант, ну, и дружил, и мой партнер Максим Хамов владелец киевской сети пицца-шлинтана. Ну, с ним мы еще и подружились. У нас еще куча всяких других внутренних замесов дружеских. Ну, и в итоге мы как-то с ним здесь уже переходим конкретно к реализации Фанера Прожект, нашего ресторанного проекта. Ну, сколько? Ну, да, получается, позапрошлым летом мы с ним вместе преподавали на Made in Ukraine, Буковеля, неделю сильно пили, и в это время, пока сильно пили, придумали 50 форматов ресторанных. Все за счет сумасшедшие. Приехали очень волшебленные этими 50 форматами и похмельем, пообщались с инвесторами, они так же волшебились, и все, мы сделали первую банку. То есть в августе придумали, в декабре открыли первую банку. Есть какие-то... Ну, вот, может быть, концепция, да? Ну, понятно. Ну, давайте все-таки расскажем. Может быть, кто-то не был в банке-баре, расскажи мне... В банке все очень просто. В банке все будет в специальных банках, и это место концептуального употребления алкоголя. То есть настолько интересные, сложные коктейли в барах данной ценовой категории просто невозможны. А у нас все возможны. Есть кто? Я сталкивалась лично с реакцией, когда ты говоришь, например, вот из банка-кафе, парка, в скидер, где все колоется банка, очень много какой-то негативной реакции, мол, как это? Как вы с ней справляетесь? Как вы на нее реагируете? Негативная реакция может быть на все, что угодно. Кому-то, может быть, бумагой неудобно подтираться. Таких ходят обоснованных. Все, кто ходит в банку, банку любят. Иначе бы не ходили. По финансовым показателям и забитости банки мы понимаем, что людей, которые любят банку, много. Те, которые банку не любят, ну, окей, не целевая аудитория. И это нормально. В принципе, чем более яркая реакция, как негативная, так и позитивная, тем больше показателей, что бренд есть. Потому что чем ярче негатив, тем, соответственно, должен быть ярче позитив. Вот и все. В центре, на Главе Голстого, рядом с банкой, находится и Желток. Расскажи, немного о Желтке. Желток – это проамериканское городское кафе, построенное на стереотипном образе американского дайнера. То есть, от дайнера он отличается, как необычный. Американский дайнер вообще другой. Он обычно грязный, дешевый, с большущими борцами и вкусной еды. Но в голливудских фильмах показывают некие красивые кафе с безлимитно подливаемым кофе, с красивыми пироженками, бургерами и так далее. И вот этот стереотипный образ мы решили сделать, чтобы модные хипстеры, которые никогда не были в США, но считающие, что они там сильно разбираются, почувствовали себя в одной стихии. Ресторанный бизнес в Украине прибыльный? Конечно. Более того, сейчас глобально, ну, с кризисом в Украине из-за разных событий достаточно много людей имеют проблемы с бизнесом и как-то вывели деньги из него и пытаются ездить в ресторанную прямо сейчас. Ну, есть очень много тех же аналитических статей, которые говорят о том, что многие закрываются, банкротства и так далее. В ресторанном бизнесе много закрытий. Также много закрытий. И много открытий. Легко отследить системность. Те, кто не занимаются ресторанным бизнесом профессионально, аматоры имеют обычно 80% закрываемость. Ну, это нормально. По сути, это можно заметить в любом виде бизнеса. Аматоры это кто? Тот, кто вышел с любого другого бизнеса решил заняться ресторанным бизнесом, не привлекая профессионалов. Ты в одном из своих интервью, в недавнем, в принципе, сказал, что в Киеве есть кафе уютное, гостеприимное, вкусное, но идейных кафе нет. Да, с этим проблемой. А кто ты имел в виду под идеей кафе? Кафе, в котором идея прослеживается даже в мелких деталях. Если мы везем нашу банку, то у нас даже последнее объявление о том, что нельзя курить, проработано так, что именно авторское. То есть у нас последняя мелочь в той же банке авторская и заточена под концепцию. Если во Львове, я могу говорить о том, что у Феста могут проблемы с кухней, чем-то еще, но у них реально продуманные концепты. У них до мелочей, краивка, мазок и так далее продумываются до мельчайшей детали. То же мы стараемся делать и у нас. Мы кучу времени тратим на то, чтобы придумать, какая будет дверная ручка у того же лука или у банки. Как маркетолог, расскажи, почему это важно? Насколько это важно? Это важно, потому что, во-первых, ресторанный бизнес сейчас продает не еду, а эмоцию. Еда должна быть однозначно хорошей, чтобы не испортить эмоцию, которую мы изначально продаем. Потому что сейчас мало просто поесть съедобного. Сейчас надо получить некую эмоцию. То есть в состоянии за драйвом я пойду в банку. Красиво посидеть, показать себя красиво, с красивой едой, я буду уже в дом. Под любое состояние есть свое заведение, должно быть свое заведение. Под кучей состояний еще заведений нет в Киеве. Вот я думаю, что мы будем восполнять эту вещь. И ни одна мелочь не должна помешать вывалиться из этого состояния. Если я в него вошел, все вы должны поддерживать. Поэтому это важно. Второе, это важно для развития бизнеса. Я считаю ресторанный бизнес успешным, когда он работает по сети. Тогда это не на бизнес. Потому что одно заведение может приносить деньги, но это не является не на бизнесом бизнеса. Это все-таки скорее хобби. Когда развиваешься по сети, ты не можешь отследить, вот сейчас у нас четыре банки, что замечательно происходит в четырех банках. Когда была одна банка, я там проводил очень много времени и отслеживал кучу деталей. Соответственно, чем больше мелочей продумано, тем больше прочность. По-любому персонал будет что-то делать не так. И чем больше ты еще продумал, тем меньше можно сделать не так. Вот где-то нарушилось, а все остальное все равно стоит. Помимо ваших кафе, какие кафе, рестораны, заведения в Киеве также идейные, ты можешь назвать идейными? Так же, не так же, но вот концепты Беленко достаточно сильно продуманы. Это Андер Вандер, вот свежий Милбар. Беленко работает в этом отношении очень хорошо. Вот сеть фестовских заведений в Львове тоже продумана весьма частично. Где вы пытаетесь, в какие заведения ходите, снова же помимо ваших заведений? Я думаю, вам часто задают так или иначе этот вопрос, но так как после этого времени очень много открывается новых заведений, вот же Милбар, который у вас взорвался в программе. Чтобы постоянно куда-то ходить, в Киеве уже нет. То есть я постоянно скажу свои заведения, но все актуальные новинки я посещаю. Какие новинки ты можешь назвать актуальными? Для тебя, да? Не для шиллока общественности? Милбар, да. Трубургер. Если можем говорить, как... Ну, Милбар должен быть интересным, как мне лучшее дело Беленко. Беленко я уважаю как разработчика, и я по-любому понимал, что это будет хорошие заведения. Зе Бургер, Трубургер, Старбургер. Мне просто было интересно, как они будут себя вести в ситуации того, что открылось три бургера одновременно. И все более-менее открыты серьезными для товарищей. Для меня был наиболее интересен Трубургер, потому что его открыл мой старый друг Мусатов, который никогда до этого не имел собственного заведения. Ну, он замечательный ресторанный консультант, но практика обычно и консультанты разные вещи. Мне было интересно посмотреть, молодцы справляются. Но у него хороший опытный партнер, я крымский ресторатор. Зе Бургер мне был интересен. Старбургер мне был интересен, пока мы не попали в Дубай, в то место, которое они целиком планировали. Вот. Сейчас мне вообще не интересен. Ну, как-то так. Последний чек, обычно в ресторанах, какой вы оставляете? Может быть, на завтрак? Я понимаю, что это разные суммы, на завтрак, на ужин, наверное, на обед, но тем не менее. Вот. Совершенно разные. Ну, если говорить о каком-то среднем... Обычно я стараюсь вести заведение, как его средний посетитель, я оставляю средний чек среднего посетителя этого заведения. Ну, то есть, не знаю. Именно таким образом можно включить этот формат. Соответственно, в Зе Бургере я могу оставить, не знаю, 250, в Старбургере это будет 120-130. Вопрос заключается даже скорее не в том, да, сколько вы денег платите в заведениях, а в том, на какую сумму среднее можно посетить в кафе, которое, ну, ты перечислил, которое является более-менее... Вот здесь формат несколько некорректный. Почему? Потому что, банально, у банки средний чек выше, чем у жутка. При том, что цены у банки реально намного ниже. Почему? Посетить в банке можно на 40 гривен. При желании можно посетить, наверное, и на 20. Другое дело, что, когда ты видишь низкие цены на привлекательные продукты, доезжая грести, 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 особенно замечательная вещь шоты. За одним шотом следующий, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, ну, я до тридцати часто доходят. Тридцать шотов по 20, это 600. Можно посетить, принципе, на 40. Но 600, это 600. А я еще и закусил. Я поняла. Медиа поддержка насколько важна для нового кафе, которая открылась? Очень важна, но я никогда не пользуюсь платными медиа. Я пытаюсь сделать заведения такие, чтобы они хотят говорить людям, и чтобы медиа сами хотели о них обязательно сказать. Ну, так, в принципе, произошло и жилком, и банка, это правда. Но тем не менее, хорошо. Какие тогда другие инструменты маркетинга? Вот вы применяете инструменты рекламы, да? Какие используете для того, чтобы... Мы играемся с продуктом. Наша основная задача сделать еще раз продукт, который мы говорили и потребители. Если говорят об этом потребителю, то медиа сами в этом заинтересованы. Но поэтому у нас в обеде, ну, до вечера в банках дают адресы поиграться во время ожидания блюд. Поэтому у нас есть коктейль с презервативом. Поэтому сейчас у нас будет в новинках коктейль с двумя пистолетами и друг другу стреляйте на стойки. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы создаем некое шоу из своего продукта. Шоу, которое увлекает людей в него и которое мы им хочется рассказывать дальше. Ну, может быть, это какая-то деталь, элемент. Регулярно бывает, но и меняем. И что, например? Не помню. Регулярно, но не помню. Ну, регулярно тоже не помню. Читала многие твои интервью, ну, не многие, не буду врать, но парочку, и заметила такую черту твоего характера, не знаю, насколько она верна, но ты не критикуешь зачастую. Вот ты во всем хочешь найти? Это неправда. Спросите, у меня коллеги пришли. Я злостный критикант, я спорный дебил. Я обычно, если что-то придумал, то есть, вот даже правильно и неправильно, пока не будет умой, мы его обычно ножками топочу и требую. Я просто для своих такой. Для обычного сферсома я не очень позитивный, ничего не критикую, все бывает по-всякому. Вообще, дуальность это вредно. У меня нет дуальности, то есть, я не считаю, что это хорошо, что это плохо. Я просто считаю, как я хочу, и как все остальные. Как я хочу лучше. Как ты думаешь, ресторанный бизнес, тебе пустера нас кучат, когда кучат? Ресторанный нет. Почему? Потому что я ест любую и выпить тоже. Но тем не менее, ты говоришь, просто его формы бывают разные. Я не могу учаться о том, что мне не надо заезд через какое-то время существующий проект, и я ли создам какой-то новый, другой. Но я понимаю, что, скорее всего, теперь уже все будет в своем проилю и про близкую к идее темы, потому что в этом отношении я себя чувствую прекрасно. отойдем немного от тема бизнеса. Вы много путешествуете, насколько мне известно. Расскажите о каких-то блюдах, которые вы пробовали за границей, какие-то эксклюзивные, которые вам нравятся, и которые, например, невозможно воспроизвести здесь, в Украине. Сейчас сделаю рекламу. Одно из мест, которых нас очень сильно удивило, было Батуми. Ну, я не знаю, мне кажется, что это очень лучшее заведение, в котором я была в своей жизни. Как оно выглядит? Значит, ты идешь, это какие-то там центральные улицы, идешь, идешь, нечаянно резко поворачиваешь, совершенно истертая вывеска, написанная на Грузинском, и Димана Ашет там не очень ждет. Какой-то полуразрушенный подвал. Все очень хлипко, очень давно не было покрашено и приведено вообще в порядок. Заходишь туда. Летняя площадка состоит из четырех деревянных столиков. Ну, правда, сидишь и думаешь, господи, хоть бы никак повернуться так, чтобы не упасть. Оно все там такое. Лампочки для того, чтобы появился свет, они получат руками. Но место удивительнейшее. Работают там две женщины. Одна такая уже почти бабушка, второй, ну, не знаю, лет сорок, сорок пять. И вот они все делают сами. На русском они не очень понимают, что приблизительно ты объясняешь как-то на пальцах, ну, вот соглашаешься. Главное, на все соглашаться, говорю, все, можно брать. И они готовят, и приносят, и носят, вино наливают, посуду моют, все делают. Но, по-моему, вкуснее еды, не потому, что она была самая дешевая, из-за чего не ели. Ну, мне кажется, я не ела, потому что это было вот, как если бы вдруг я родилась в Грузии и перешла бы, вернулась домой к своей маме, и вот она бы так не обращала. Это очень бы все было вкусно, это всего очень было много, и это потрясающе сочеталось, и это стоило копейки. Ну, там очень круто. Не знаю, вот это из таких основных. Противовес к тому, что ты сейчас говоришь, да, он говорил об идее на кафе, но вот это яркий пример того, что... А там все очень интересно. Там все идеи. Понятно. Да, все очень интересно. Да, все очень интересно. Мы сейчас, ну, банк и так далее, это искусственный концепт, который приходится очень глубоко удумать, чтобы все элементы были продуманы. В том случае, это совершенно естественный концепт, который сделали в подвале, который сделали честные, и стулья, в которой смогли где-то собрать, что все стулья разные, то есть два из них повторяются нормально, потому что, если бы я подумал такой концепт, я сделал так, что не единственный повторялся, принципиально. А у них, если повторяются, то тоже нормально. То есть, изрезанный из неискусственных, опять-таки, если бы я же такое делал, я бы, ну, сидели, создавали бы настоящую старину. А там все произошло естественным путем. Кафе, видимо, десятки лет. Как называется? Золотой? Не помню, что это золотой, да. Дукан. Но на русском естественно не написано. Вот. Ну, к которому делаются честно, то есть, какая технологичность? Они реально себе везде перебирают черную фасоль, которые потом реально 12 часов варят. Они не думают о заготовках, они все просто в режиме реального времени и делают. В реально честное домашнее вино, которое вот реально дома где-то и делается. Ну, я думаю, о ценах говорить не стоит, потому что в Грузии заведениях очень низкие. Ну, по сравнению с вашими близкими. Ну, что-то, если вспоминать поездку в Батуми, мы много где были и мы же свадьбу играли в Батуми. Вот. И на свадьбе мы были в каком-то заведении, но они даже близко не стояли. Я хотела спросить об этом. Почему свадьбу играли в Батуми? Красиво. Ну, да. Вообще, это спущу по-паске. А еще такая просто история, пока соберешь всех родственников. Вот. А у меня вообще как-то всех пораскидало. У меня очень много родственников живет в России. И папа там. И у них же всех сумасшедший отпускат. За два года они все это планируют. И, в общем, я как представила себе всю эту историю, я подумала, что это же только наш праздник. И все, и мы поехали вдвоем. Точнее, мы поехали даже не так. Мы поехали и свадьбу праздновать. Да. И еще хотели тогда снять там что-нибудь для Машума. И мы поехали втроем. Поехали с моим другом Денисом. Приехали туда. Значит, у нас не получилось снять. Мы пришли в контору, которая занимается значит, вот такими вот бракосочетательными штуками. И они ему говорят, ну, значит, нужно два свидетеля. Ну, значит, один точно есть. Второго нет. А директор говорит, ну, вы не переживайте, вот тут есть водитель. Он же вас будет возить, он же будет вашим свидетелем. Когда я разговаривала со своей мамой по скайпу из Грузии, мама была в шоке, что я куда-то поехала с мальчиком, которого она не видела еще ни разу вживую. Да. И что свидетелем, официальным свидетелем на свадьбе будет водитель, который возит нас здесь тут же по Попадуме. Ну, вообще, такая была история. Очень смешная, но очень дешевная. Я думаю, что мне пора немножко помолвать и передавать слово нашей аудитории, но, прежде чем мы это сделаем, я думаю, что наружу калпсих есть много вопросов. Я всегда в конце своего интервью предлагаю гостям-почитателям стихотворения. Я обычно не предупреждаю, не даю его прочитать заранее. Я выбрала для вас стихотворение Роберта Рождественского, все начинается с любви. Ну, оно такое, оно и коротенькое, и длинное, тоже длино. Я могу, разделите его на две части и прочитайте там пять стихотворений. Тебе все равно что читать? Да, хорошо. Все начинается с любви, твердят. В начале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка, все начинается с любви. Все начинается с любви. С любви. Я это точно знаю. Все. Даже ненависть. Родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Оставила. Весна шепнет тебе. Живи. И ты от шепота качнешься. И выпрямишься. И начнешься. И все начинается с любви. Ну, чем началось, тем и закончилось. Спасибо. Спасибо. Настающая женщина. Оставила. Клокость, пожалуйста. Я предлагаю давать вопросы, наверное, любого. Если хочется. А там, потому что, знаете, не хочется, а все говорят, ну задавайте вопросы. Нет, не бывает такого. У нас еще раз не хочется. Вы же оба экстраверты. Как вы желаетесь? Как это, наверное, споры какие-то? Вы оба открыты. Не-е-е. Ну, как ты говорила, агруальность. Противоположники притягиваются. А что... Прилан того, что ты Маша, Боба, того... Нет, что он такой, когда микрофон берет в руки. Дело в том, что действительно я латентный интроверт. По той причине, что я еще давно понял, что, чтобы от меня отвязались, проще вывалить некий театр наружу, чтобы никто не копался, что у меня внутри. Поэтому мне проще вот, когда что-то меня хотят, вывалить все, что я хочу показать. А все, что они могли бы накопать, хренушки, не скажу. Расскажите о татуировках. Да, у нас одинаковые вот татуировки, но у меня голубая, а у него черная. Тысячи человек, кстати, в зале, которые считают, что это отвратительно безвкусные татуировки. Ну, в общем, я не знаю, просто это все очень... Я долго думала, как же сделать мне татуировку. И что-то так вроде хочется, и колется, и не особо мастера, и не искала. А еще я встретила Антона, у него так красиво зататуированы руки. Вы не увидите этого. В общем, хотелось, мне хотелось. И мы как-то планировали, даже на день на какой-то... Ну, вообще не получалось у нас. И мы приехали в Ригу. Приехали из Вильнюса в Ригу на один день на автобусе. И тут нашли... Ну, он просто был какой-то сумасшедший, красивый такой тату-салон. У него была яркая неоновая выиска. Где-то нарисовалось скелет. Тут же тебе мишки, старые плюшевые. Тут же тебе розы. Ну, в общем, какой-то был очень странный. Мы подумали, ну, что у нас осталось какие-то последние 150 долларов. Надо их, в общем, оставить там. И мы пришли. Все говорят по-русски. Все понимают нас. Вот, взялся за нас мальчик. И я думаю, боже мой, я же так хотела, так хотела. Надо же тут вложить вообще все в эту татуировку. Весь смысл бытия. И мы пришли к тому, что я очень хочу себе сделать татуировку со словом «баловаться». И с восклицательным знаком. Очень хочу, сделаю. И давай писать с этим мальчиком слово. Он же должен написать мальчику. Все сложно дается мальчику. Он пытается как-то там шрифтом каким-то. Все это, конечно, мне не нравится. Потому что это мое такое ответственное задание. Антон там же сел, написал 20 разных вариантов слова «баловаться». Еще это как-то, ну, в общем, оно не складывается. Я понимаю, что вроде бы салон классный, а идея не складывается. Думаю, может, не давить уже, может, на его баню эту татуировку. Я же была такая злая в конце. Я говорю, да, короче. Я взяла такую руку и говорю, давай сделаем что-нибудь вот такое. А потом что-то сидим, смотрим, ну да, ну давай сделаем. И мы взяли эту бумажку, перенесли на копирку, да? Это разве от слова «симоним странно». Потому что ты не слышал легенды, теперь ты ее знаешь. Ну вот. Еще вопрос. Да, пожалуйста. У меня не романтический вопрос. Скажите, какой нужен стартовый капитал, чтобы открыть заведение? Зависимость от типа заведения. Ну если очень маленькая, типа как у людей в основном работе? Вот, мне о чем не говорит. Ну, сказать так. Если вы знаете нашу банку, то 150 тысяч долларов. Если вы знаете желток, то 300 тысяч долларов. Открыть что-то дешевле можно. В Чуковском. В Чуковском. Вот, например, есть Елл Тренд, маленькая кофейня господина Андрея Чуковского. Все инвестиции равняются стоимости кофемашины. 5 тысяч долларов или 6 тысяч долларов. Она малюсенькая и окупается вообще за месяц. Прекрасно, что бизнес-модель. Правильно. А, Куковский. Да, да, да. А старсополик вот здесь на второй, вы знаете? Да, то есть, ну, например, та же Фазенда Барчик, он тоже был явно сделан максимум за десятку. Другое дело, что прочность таких заведений достаточно невелика. Ну, и коммерческая успешность. Здесь тоже вот есть нюансы. В музыке делаем, в первую очередь, бизнес, и в процессе этого самовыражаемся, делаем что-то прикольное. Ну, в том-то же и большая проблема, что очень много есть людей, которые хотят что-то делать в этой теме, хотят что-то открывать, и у них есть идеи как-то, но они сталкиваются с огромной машиной. Вот, да. Я только вот, почему я говорил о том, что меня интересуют фоп-ап-форматы. Потому что именно в фоп-ап-форматах закрыт секрет, зарыть секрет, как можно сделать, по сути, без денег успешный бизнес. Но, опять-таки, бизнес, который будет расти, развиваться и принести потом много денег. Тут же тоже есть нюанс. Бизнес лета, если да, окей, замечательный финансовый показатель купится за месяц. Ресторан в среднем купается два года. Но бизнес лета, если ты получаешь месяц, не знаю, 500 долларов, а могла бы работать и получать 2000 долларов. Ну, тоже не бизнес. Должна быть достаточно интересная финансовая модель так, чтобы зарабатывать прилично, потратив мало, и еще зарабатывать все больше и больше. Ну, такая модель есть, вот я сейчас внутри не работаю. Не только внутри, у меня команда есть еще тоже. Вот. Но не часто это начинать, если нет опыта, да? Да, надо всегда начинать, если очень хочется. Ну, начнете с одного, закончите с другим. Ну, вообще, не нужно ничего бояться. Ну, да, главный подход тут, я вам глобально руководствуюсь. Мы все пытаемся идти к счастью. То есть, наши цели – это наше счастье. Но, глупо быть несчастным в процессе движения к цели, к счастью. Если ты сделаешь так, что твой путь будет изначально счастливым, то твой путь – это тоже счастье. То цель уже достигнута. То есть, когда ты движешься к счастью, ты уже счастлив, если твой путь – уже счастье. Соответственно, если тебе пока его делать то, что ты делаешь, а не ты мучаешься, а вот потом будет замечательно. Замечательно не наступит. Ты будешь мучиться и дальше. А если тебе уже пока его это делать, то, в принципе, результаты были еще, пока ты это делал. Если вдруг ты ошибся, замечательно, ты делаешь заново и снова счастлив. Я хотела еще добавить, что тогда, когда мы делали машину, когда приходили люди к нам, ко мне, мне не у кого было спросить, как работает эта схема. Ну вот как, значит, человек приходит, я ему готовлю, да, о чем я буду с ним говорить. Вот когда мы приходили, люди спрашивают, а о чем ты говоришь с людьми? Ну как о чем? Ну о чем получается, а то мы говорим. Вот. Мне не на ком, я не знала, у кого же мне спросить, как работает эта схема. Ну поэтому мне пришлось самой для себя понять, как работает эта схема. Я говорю, что четыре раза в неделю нарушились на меня очень чем-то тяжелым, а потом, например, я понимаю, что два раза в неделю, это удобно. Ну, все в практике, все. А реально ли привлекать инвесторов, когда ее ступенье? Реально. И это найти. По сути глобально. Я так говорю, говорят все тренеры по стартапам, первыми инвесторами могут быть ваши друзья и родственники. Друзья друзей. И если вы придумали что-то стоящее, то они сами могут найти. По сути, эта система, там, шести рукоподжатий и так далее, тоже работает. Все работает. Инвесторов много, денег много. Все, у кого есть деньги, мечтают о том, что деньги приносили больше денег. Если вы придумали интересную бизнес-модель, вначале это в конце, а потом все-таки это бизнес-модель должна быть. Если мы говорим о бизнесе. Инвестиции нужно для бизнеса. Значит, инвесторам это тоже будет интересно. Или бывает, что самая глупая затея, и оп, застыковалась, и побежали. Значит, надо было. Что называется сложимость. Да, я зовут Андрей. Какие тренды на будущее вы смогли восстановить, существуют сейчас? Много. Я имею в виду именно в этой кафе-индустрии. Опять-таки, их много. Например, если мы возьмем тайскую лапшу, сколько людей будет здесь тайскую лапшу? А, они в тренде. В тренде сейчас американская еда. Если уж так говорить, про смельбар, донжелдог, бургер. Да. Они сейчас на бике тренда. Со временем будут на спад, но еще в ближайший год-два мы насмотримся всякого американского много. Мы даже, скорее всего, что-то американское запустим. Очень вероятно. Ну, это нормально. Американское. Сейчас азиатская тема не в тренде, сейчас американская. Азиатская тема под американское. То есть, чай на таун в Нью-Йорке есть. Вот по таким соусам можно азиатское что-то забрасывать. Сейчас азиатское, азиатское уже, то есть, иконка считается уже неинтересным попсой. Сейчас в суши-барах сидят, не знаю, бухгалтерши. Ну, то есть, это классика жанра. То есть, когда-то, не знаю, музыку бухгалтера. Есть типология дискотеки и заведений, в которых массово начинают сидеть бухгалтеров. Это, значит, уже прошел попс, дальше они уже будут на спад. Понятно. А вот по поводу нашей национальной тематики, включая также все постсоветское пространство, то есть, это еще останется в тренде? Наши национальные, но учитывая политические события в Украине, постсовок уже не становится резко неинтересен, подчеркнуто неинтересен. Я имею в виду не то, что национальные галушки, борщи, всякое такое, а вот что-то, что близко к нашим продуктам, то есть, к нашей тематике, но банка, например. Банка, основное, это простота. Там есть и мексиканские позиции, и украинские, и российские. Но главное, чтобы было народное простое. У нас в банке нет национальной кухни, ни одной из них. То есть, у нас нет ни привязки ни к ретро, ни к Украине, ни к России, ни к постсовку. Ни к одной дочке мира. Я не удивлюсь, если вдруг у нас в банке появятся, ролл размером с полулитровую банку, внутри полулитровой банки. Вообще нормально, если, когда ролл из дома, домашней едой. Вы очень кратки в своих разговорах и в ответах. Маша, наоборот, рассказчик. Вы представляли, как вы будете рассказывать сказки детям? Тоже так же кратко, либо нет, как рассказчик? Маша играет в эмоции, она передает эмоции в кучу тонкостей. Я люблю быстренько суть. То есть, Маша, наоборот, рассказывает сказку, которую можно очень долго предчувствовать, так далее, так далее, так далее. Это замечательно. Она будет дарить одну эмоцию. Сказки читать никто не будет. Я буду дарить сказку, там, жили-были и умерли в один день. Замечательно. Спасибо большое.